Беременная Алена Савкина узнала пол своего ребенка. Настя Бегрина страдает от нападок антифанатов из-за Евгения Ромашова. Неожиданные новости для фанатов Ромашова. Первые кадры драки Яны Захаровой и Даши Фугель. Все это и не только в сегодняшнем ролике. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Не только Ольга Рапунцель, но и Пынзери страдают от внимания к детям в сети. Дети, которые родились во время пребывания родителей на телепроекте Дом-2, всегда вызывают особый интерес у публики, особенно если папа и мама и сейчас находятся на телестройке, уже в статусе ведущих, как Дарья и Сергей Пынзер. Выяснилось, что не только Ольга Рапунцель, которую преследуют антифанаты, страдает от такого пристального внимания в интернете. На днях ей пришлось объясняться с подписчиками по поводу состояния ножек младшей дочки Софии. Сергей Пынзер тоже выступил против хейта в адрес детей, так как на примере своих сыновей Артема и Давида убедился, что подписчики считают мальчиков избалованными и капризными. Жена Даша Пынзер, наоборот, гордится, что муж Сергей, как настоящий мужчина, является примером для сыновей. Это Пынзери еще с настоящей травлей не сталкивались, как семья Дмитренко. Недаром же многие выпускники Дома-2 желали быть похожими на идеальную семью Даши и Сергея еще со временных проживания на телестройке, потому и сейчас в социальных сетях к ним относятся вполне лояльно. Или Сергей Пынзер уже никакой критики в свой адрес слышать не желает. Анна Брянская и Леша Адеев снова пара. Ребята объявили это, выйдя в совместный прямой эфир. Леша очень счастлив, что смог снова вернуть доверие и расположение своей девушки, которую очень любит. Иронично, что сегодня как раз день, когда они расстались два месяца назад и в такую круглую дату сошлись снова. Беременная Алена Савкина узнала полребенка. Благодаря бывшим участникам Дома-2, которых Алена пригласила на детский праздник – гендер-пати, зрители телестройки узнали секрет героини раньше, чем она опубликовала свое видео. Беременная Алена узнала полребенка. У нее будет сын. Многие фанаты были шокированы, ведь Илья Семин и Алена практически были уверены, что у них будет дочь. Говорят, что Майя Донцова заранее намекнула своим подписчикам, что Алена ждет мальчика, потому что показала в сторис кусок торта голубого цвета. Но это уже на ее совести, ведь Савкина просила своих друзей не раскрывать ее тайну раньше того, как будущая мама опубликует видео с гендер-пати. У нас будет сын, наш второй защитник. Моя опора, пишет Савкина в своем блоге, забывая, что защитой ее семьи должен быть супруг Илья Семин. Однако некоторые зрители Дома-2 заметили, что Илья был чем-то недоволен или раздражен на празднике. Возможно, он мечтал о дочке? Поначалу Савкина была уверена, что у нее будет девочка. Она с первых недель беременности, говорила дочке. Но теперь у маленького Богдана Савкина будет братик. Возможно, Алена поменяет сыну фамилию, чтобы все в ее семье были Семины. Настя Бегрина вынуждена отбиваться от нападок антифанатов за свою страсть к Ромашову. Как только кто-то из представительниц женского пола обращает внимание на Женю Ромашова в периметре, в социальных сетях в бой бросаются фанаты Кристины Бухенбалты. Теперь уже следом за Анной Мадан, Настя Бегрина вынуждена отбиваться от нападок антифанатов за свою любовь к Ромашову. Настя не видит ничего особенного в том, что пошла на поводу чувств и провела два дня с музыкантом в гостинице. Тем более, что с Кристиной Бухенбалты Женя уже расстался. Пару Бегрина не разбивала, а по сравнению с той же Аленой Опенченко, спортсменка считает себя белой и пушистой в отношениях к мужчинам Дома-2. Не нравятся Насте Бегрина и молодые парни, такие как Данила Колесов, а симпатичен ей Евгений Ромашов. Тем более, что флирт между ними длится уже давно. Может же свободная девушка себе позволить не считаться с чувствами из той же Бухенбалты? Как считаете? Напишите свое мнение в комментариях. Неожиданные новости для фанатов Евгения Ромашова. Парень вернулся в конкурс «Человек года», его поддержали зрители. Согласно новым условиям конкурса, участника, который вылетел из состязаний второго тора, не продержавшись возле куба, могли спасти голосованием поклонники реалити-шоу. Многие изначально предполагали, что вылетит Ромашов и опять вернется в гонку за 1 миллион рублей. Так и произошло. В прямом эфире музыкант поблагодарил своих поклонников, но также заметил, что в сети много негатива в его адрес и ему неприятно читать сообщения, что он предал свою любовь. Ромашов считает, что он вылетел из конкурса незаслуженно и также незаслуженно в него возвращается. Он уверен, что не победит в финале, если вообще до него дотянет, но песню все-таки записывает и уже приблизительно понимает, кто станет Человеком года. Особого желания участвовать в конкурсе нет, заявляет Ромашов. Так почему бы ему не отдать свое место тому, кто хочет участвовать в третьем вокальном туре? Той же Екатерина Гориной, к примеру, или Глеба Жемчугову, возмущаются телезрители. В сети появились первые кадры драки Яны Захаровой и Даши Фогель. Вот видео той самой потасовки между Дашей и Яной, после которой Фогель покинула проект навсегда. Алексей старался максимально аккуратно разнять девочек, а управляла процессом, конечно же, Брянская, которая, кажется, испугалась еще больше. Кстати, Захарова готова драться с другими участницами ради пребывания на проекте. Яне Захаровой постоянно задают вопрос о том, почему она не покинет проект, где точно не сможет построить отношения. Тем более, что при каждой неудаче, как и с Данилой Калисовым, девушка зачем-то вспоминает свою симпатию к ведущему, Давиду Манукяну. Подруга Наде Ермакова не скрывает, что не хочет покидать Дом 2. Она будет участвовать в конкурсах и не побоится устраивать провокации. Как примерно недавно в музыкальном туре она принимала активное участие в драке с Дашей Фогель. Но зрители смогут узнать подробности через несколько дней в эфирах Дома 2. Женскими драками на телестройке никого не удивишь. Некоторые девушки даже не пытаются решать конфликт разговорами, а сразу приступают к решительным действиям, особенно если горячительные напитки льются рекой. Алена Опенченко спалила флиртующих Евгения Ромашова и Настю Бегрину в реальном времени. В паре Жени Ромашовой и Кристины Бухенбалты поставлена жирная точка. События, поспособствовавшие тому, что Кристина отказалась принимать бывшего, покажут уже в ближайших эфирах. Как многие уже знают, благодаря снимку, который разлетелся по сети на дне рождения Анны Мадан, пьяный Ромашов так увлекся, что поцеловал Настю Бегрину. А вот судя по сторис Алены Опенченко, парочка не ограничилась одним лишь поцелуем. Опенченко спалила момент, на котором Женя не просто флиртует с новой пассией, но и разминает ей плечи. При этом Алена намекнула, что Ромашов и Бегрина буквально не отлипают друг от друга и объявили себя парой. К слову, самому Жене не слишком понравилось такое вмешательство в свою личную жизнь. Увидев, что его снимают, Ромашов поспешил отойти от Насти, причем по видео могло показаться, что молодой человек готов выхватить телефон, чтобы удалить компрометирующую его запись. Помолвку Жемчугова и Раинашвили зрители сравнили с предложением Дмитрия Дмитренко. Дождались зрители Дома-2 показа в эфире важнейшего события для Насти Раинашвили – предложение руки и сердца Англеба Жемчугова. И начали сразу же сравнивать с аналогичными событиями из жизни других героев телестройки. Благо, помолвки и свадьбы на Сейшелах уже были показаны неоднократно. Съемочная группа так стирательно готовилась, рыбалку организовали, цветы раздобыли, кольца обручальные привезли, а комментаторы все равно недовольны, как и Наталья Раинашвили, мама невесты Насти. То ли дело Ольги Рапунцель и ее помолвка с Дмитрием Дмитренко вспоминают в сети «Вертолет Татьяна Владимировна, помолвочное кольцо» и мнение, что это одно из красивейших предложений на Доме-2. Почему-то именно заготовленные обручальные кольца и слова Глеба Жемчугова в момент предложения вызвали больше всего возмущения в отзывах зрителей Дома-2. Что выдали из реквизита, то и было. Может, Жемчугов на кольцо для помолвки еще не заработал. Он и так эту поездку старательно из руководства выбивал, доказывая, что за пять месяцев нахождения на телестройке ее заслужил. В будущую совместную счастливую семейную жизнь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко тоже не верили. Они целую осеннюю фотосессию с дочками Софии и Василисы выкладывают в социальных сетях. Или напрасно сравнивают помолвки домовцев прежних лет и нынешнего состава? Все-таки на яхте это первое предложение руки и сердца в эфирах Дома-2. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.